В рамках ежегодного Петербургского международного экономического форума 2023 заключены крупные сделки, которые будут основой дальнейшего развития региона. Это стало возможным благодаря успешной работе губернатора Московской области Андрея Воробьева и его команды. Сегодня в регионе более 1,3 тысячи крупных и средних предприятий и свыше 430 тысяч субъектов МСП. Мы всегда находимся в тесной коммуникации, поддерживаем инвестпроекты, стараемся создавать комфортные условия для бизнеса в Подмосковье. Также вплотную работаем с предпринимателями по теме импортозамещения. У нас на сопровождении 151 проект. От производства двигателей до птицеводства, от фармы до электроники. Особенность форума в том, что это не место для дискуссий. Здесь завершаются переговорные процессы, договоренности обретают письменный формат и переходят в практическую плоскость. Таким образом, в рамках мероприятия подписали 36 соглашений, более чем на 150 миллиардов рублей. Это позволит создать 18,5 тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Здесь присутствуют производители, финансисты, банковские структуры, которые приезжают не подписать меморандум о сотрудничестве или о намерении, а на этом форуме подписываются уже заранее подготовленные проекты, которые имеют под собой настоящую прагматичную практическую базу. И предыдущие годы показывают, что все, что было подписано на Санкт-Петербургском экономическом форуме, воплощается в реальные производственные объекты. Изменения коснутся и Одинцовского округа. На территории клинического госпиталя Лапина построят центр онкотираностики. Проект позволит выявлять и лечить онкозаболевания современными методами ядерной медицины. Размер инвестиций составляет 5 миллиардов рублей. Запуск центра создаст 130 новых рабочих мест. Важно, что госпиталь работает, в том числе и по системе ОМС. И большой объем лечения по страховке приходится на долю жителей Подмосковья. Особое внимание уделили Центру трансформации нейросетей в регионе. Технологии искусственного интеллекта теперь будут развивать вместе с крупным банком России. Для многих он еще не вошел в оборот повседневный, в отличие от интернета. Но это то, что нам очень помогает управлять регионом. И самое главное, делать важные дела, важные перемены, обеспечивать для наших жителей. Елена Краева, телекомпания Одинцова.